МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадиокампании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите у гэтым выпуску. Рамесники с гэтага дня будуть працевать по новых правилах. У силу уступил отповедный указ президента. Уникальная операция. Найновшая система навигации дозволит гомельским медикам повысить якость спинальной хирургии. Посылки автоматом. У Гомеля з'явился паштамат. Заслуженный узнагороды лепшим. Завершился областный этап республиканской олимпиады по учебных предметах. А зараз об гэтым иншим больше подробязна. Выники утворения участков для голосования и их готовность разглядзили сёння на посаджении Гомельской областной комиссии по выборах депутатов Мясовых Советов. У Гомельской области в день выборов будет открыта 1022 участки. Больше з'их 609 у сельской мясовости. Остатняя 413 у городах. Порушение у повынника утворения участков не выявлено. У основным я не размещены у объектах социальной сферы. У школах, паштовых отделениях, будинках установки культуры и оховы здоровья. При этом особливую увагу надали их доступности для инвалидов-спинальников. Зараз у Гомельской области их проживая каляча 3000. Для зручности 636 участков обсталяваны по правилах безбарьерного сяродзя. На остатних будут працавать волонтеры, які окажут инвалидам допомогу. Что немаловажно, большасть участков разместили на перших поверхах будинков. Так само на посаджение обмирковали питание финансования круговых территориальных комиссий и размиркование эфирного часа для выступлений у кандидатов у депутаты по радио. Согласно статье 46 избирательного кодекса, эфирное время, лимит эфирного времени телерадио-компании, он определяется не позднее 30 дней до проведения выборов. Наша областная комиссия распределяет этот лимит, также определяет эфирное время для каждого кандидата. Жарабьевку выступлений проведут округовые комиссии после регистрации кандидатов. Радио выступлений будут выходить не у промым эфиры, а у запису протяглостью коля трех хвилин. Рамесники смогут продавать свои выробы празинтернет у майстернях и отдалена. Сегодня у силы уступил указ номер 364, подписанный президентом Беларуси у початку костричника. Документ максимально поширил пиралик вида у рамесной деятельности, якими можно займаться по заявным принципам без регистрации у якости ИП. Да, их отнесли в выробы предметов с применением ручной працы. А кроме того, рамесники зараз могут рекламовать свои послуги у темлику в интернете. Официйно дозволено запрошать покупников у майстернице отправлять продукцию адресатам. У суботу 13-го студеня отбудутся черговые промые телефонные линии. На ПТ Нижихару региона откаже перший намесник старшини Аблвы Конкама Александр Викторович Миколуцкий. Звонки будуть приймать с 9 до 12 годин по номеру телефона у Гомелі 33 12 37. У той же самый час на промой телефонной линии буде и намесник старшини Гомельского Гарвы Конкама Сергей Яугенович Андрееву. Номер телефона 75 63 33. У Гомельской областной клинической больницы распочали проведение операции, якие сами медики называют уникальными. ГТШ-вызначение можно применить и до нового обстановления, которое применяется при таких хирургических умешательствах. С новыми махчимостями региональной медицины ознайомился Алексин Сіроу. Что год у Гомельской областной больницы проводится коллег 20 тысяч операций, и каждый десятый день заявляется высокотехнологичной, но операции, которые начали работать на этом неделе, без переборщивания нового уровня региональной медицины. Нейрохирургическое отделение номер 2, больше ведомостью от пациентов, как отделение хирургии позвоночника у Гомельской областной больницы открыли у Костричнику 2015 года. С того часу тут проведено больше 1,5 тысячи операций, але теперь их эффективность значно повысится. С десятого студеня у отделения почалось выкрыстание так званой хирургичной навигационной системы, а позднего, сёмного поколения. Теперь операция на позвоночнику, якая може протягиваться до 8 дней, буде проводиться с допомогой специального высокотехнологичного обслуживания, якое дозволяя праздмонитор в реальном часе назирать за всем процессом. Здесь нець помылку, якая може створить пациенту додатковые проблемы, вот таким разом практично немогчимо. Импланты для фиксации позвоночника, винты, крючки, всё, что необходимо для стабилизации при переломах, при повреждениях, при заболеваниях позвоночника. Безопасно для пациента установить их в позвонки и в дальнейшем добиться стабильности на уровне повреждения. Второй момент положительной используемой системы – это снижение количества рентгеновских снимков, используемых во время операции. Уникальное обслуживание, набытое за кошт республиканского бюджета при потребности гомельского аброуканкама, его кошт складает к лету 180 тысяч долларов. Нечто подобное, алибо ж раннего поколения, сегодня есть в тонке у республиканском науково-практичном центре ортопедии и травматологии. Для работы на новом обслуживании у областной больницы притягнули выключено своих медиков, которые прошли специальную первоподрихтовку. Дальнейшие планы по техничному оснащению установы у администрации Поколь не раскрывают, а ли кажут, что наиножая хирургичная навигационная система опошним набытком не будет. Направление развития гомельской областной больницы, как медицины в целом, это внедрение малотравматических, как мы называем, малоинвазивных методик хирургической помощи, новых диагностических комплексов. Поэтому в этом направлении будем действовать. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадо-компания «Гомель». Захворваемость на вострые респираторные инфекции в Беларуси на 55-60% нижайшая за минулогодний узровень. У основным хворыют дети. Уздым чекается на приконцы студеня, початку лютого. Первые выпадки гриппы уже выявляются. До речи, подчас всеолетней кампании по иммунизации было прищеплено коля 40% насильництва краины. Ее эффективность будет оцениваться после закончения сезона. По выниках минулого было продухилено больше 145 тысяч захворваний на грипп, у тем лику минимум 17 тысяч шпитализаций и больше 200 тысяч выпадков захворваемости на вострые респираторные инфекции. Выник профилактики у опошних годов – изменение количества тяжких выпадков гриппу и отсутность эпидемий. Паштовое отделение, якое працует без перепынков и выходных в круглосуточном режиме, да я шей бесплатно. Дякуючи информационным технологиям, их это стало мягчимым. Об новом способе отримания международных паштовых отправлений расскажут мои коллеги. Гумельский филиал «Руббилпошта» – это 575 отделения у паштовой сувязи. Все обсталеваны компьютерными системами и объединены у одину информационно-технологичную сетку, которая позволяет передавать дадины в электронном выгляде, максимально худко. Отправить по паште лист зараз можно у любую кропку планеты. В среднем штуде им на Гумельшине доставляется амаль 130 тысяч газет, опрацовывается амаль 50 тысяч листов и тысяча посылок. Ежедневно выделение связи поступает почтовое отправление, которое мы обрабатываем, и выписываются извещения, которые в дальнейшем передаются почтальонам для доставки клиента. В следующие клиенты приходят к нам в отделение, с этими извещениями мы выдаем по этим извещениям почтовое отправление. Это классический способ отримания посылок. До недавнего часа он был одним, но, благодаря современным технологиям, появилась альтернатива. По аналогии с крамами самообслугования, в областном центре створена автоматизованная автоматизованная почтовая станция для самостоянного отримания посылок. У нее нет обеда и выходных, она работает бесплатно и круглосуточно. В вечере и в ночи включается светло-даетная подсветка. Станция отримала прописку по адресу улицы Курчатова, 2. С выгляду это камеры заховывания с инфокийском. И по сути, амаль так и есть. Крыстаться поштаматом так же просто, как и банкоматом. Чтобы отримать с его допомогой международное почтовое отправление, нужно зарегистрироваться на сайте Белбошты и перенакировать посылку на поштамат, когда же я на туда поступит, человек доведается за смс. Вообще срок хранения почтовых отправлений в почтомате это 3 дня. После истечения срока хранения получателю будет направлено смс о том, что почтовое отправление его срок хранения истек. Почтовое отправление будет направлено в отделение связи, в зону обслуживания получателя. Граничная по мере посылки наступная. Шириня 40 сантиметров, вышиня 39, а глубиня полметра. Максимальная вага 10 килограммов. При наличении мытных пошлин на так само наявности сумм накладенных оплатежу на экране заявится необходимая сумма. Оплатить ее можно на месте банковской карткой. Первая поштамата, я шею и тем, что не треба брать с собой пашпорт. И когда не отримливается забрать посылку особиста, можно попросить зарабить это какой-нибудь родных. Однако перед подшатком корыстания послуха все же доведется один раз пройти идентификацию с пашпортом в любом отделе несувези. Детали можно удокладнить по номерам 154 або прочитать на сайте. Кали новинка станет популярной у гомельчан, это дозволить разгрузить паштовые отделения. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадио «Гомель». Сегодня у Гомеля и в Жлобине завершился областный этап республиканской олимпиады по учебных предметах. По его выниках будут сформированы команды для отдела в финале, причем имены большинства претендентов вядомые уже зараз. Со зналцами и их наставниками сострелись наши корреспонденты. Для больше, как тысячи школьников из всех районов Гомельшины это был вельми не просто тыдень. Сдаётся, и рыхтовались не один десяток годин, али всё равно хвалявались, и часом рабили помылки, и аким потом сами издевлялись. Быцем и ведали всё, али самый отказный момент разгубились. Хоть с другого боку, это с поборницей, и нехта у любым выпадков повинен быть лепшим. Миновита съехли, куча перы будут сформированы команды для удела в республиканском этапе, який пройдёт в Саковику этого года. До решения которой у дельники областной олимпиады, по информации, сессионно уже знаходятся в Казахстане, где распрощилась международная олимпиада по этому предмету. После первых двух туров официальных они получили специальное одобрение управления образования улетать непосредственно сразу после тура из Минска в Алматы. И хотя у нас сейчас проводятся ещё два дня дополнительный командный неофициальный тур, день в подведении итогов, и сегодняшний день, когда идёт награждение, официальная церемония закрытия, ребята уже вовсю работают на следующей олимпиаде. На протягу опошних трех годов сборная Гомельской области у финале республиканский споборництво по учебных предметах улику призёрову. Страшиваясь позиции, всё лето на меру никто не мая. После формирования команд их удельников запросить на специальные сборы, где со школьниками будут займаться лепшие тренеры-выкладчики. Дарыш и финалистов по замеженных мовах весною будет приимать Гомель. Подрыхток до этой падзии начнется в самые ближайшие дни. Китайский язык – это состояние души, это очень сложный язык, и чтобы его учить, недостаточно просто стараться, нужно жить им, это твоя жизнь. И нужно каждый день с утра и вечером повторять, иначе ты его просто забываешь. Поэтому каждый день я это делаю и считаю, что у меня есть хорошие шансы, хорошие шансы, что в будущем на республиканской олимпиаде я смогу взять диплом. Олесян Сурова, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Святошный концерт под назвой «Новогодний серпантин» прайшел у Гомельским державным колледжем остатства у имя Соколовска. «Показалось небо, ясность небывала, храма доняла, песню заспевала». О концерте приняли удел лауреаты международных и республиканских фестивалей и конкурсов, народный академичный хор колледжа, народный вокальный ансамбль «Летутенни» и заслуженный аматорский коллектив Республики Беларусь, народный хор «Радейка». Слухачев чекала музыка сучастных аутеров, опрацовки белорусских народных песен, а так само бразильское самбо и, конечно, колядные спевы. А малюсе творы прогучали акапелла. Эмоциональное выконание артистов сдивило як аматоров, так и соправдных знавцев музыки. Сродки от продажи квитков пойдут на организацию поездки коллективов на международный фестиваль колядных песен у Польши на проконцы студеня. Это ежегодный международный конкурс-фестиваль, который проходит в городе Стересполе, Польша. Там будут участвовать различные коллективы различного уровня. И вот нам повезло, мы тоже туда приглашены для этого фестиваля конкурса. Все специальные композиции для этого конкурса фестиваля будут сегодня исполнены. До этого коллектива уже несколько раз был в Польше. Были мы в Варшаве, были мы в Белостоке, были мы в Хайновке. То есть мы ездим. Гэты, а так сама иншая новинны вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvergomil.by Далее у эфиры де-факто и спортивный огляд. А я с вами развитвуюся. Усяго доброго и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает программа де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Украли урну с пожертвованиями и попали в объектив камер видеонаблюдения. В Гомеле в суд направлено уголовное дело о хищении средств на лечение больного ребенка. Кража произошла в марте прошлого года. Правоохранителям удалось найти злоумышленников и привлечь их к ответственности. Ими оказались вполне законопослушные ранее не судимые двое гомельчан. В урне с пожертвованиями, которую они вынесли из продуктового магазина, находилось более 200 рублей. После задержания грабители раскаялись с содеянным и возместили ущерб. Никто, конечно же, не предполагал, что могут найтись такие охотники, так скажем, за легкое наживо именно к этому имуществу. Почти 7 тысяч рублей сумма ущерба от незаконной охоты в Мозырьском районе. Следователи возбудили уголовное дело за нелегальную добычу лося в окрестностях деревни Надатки. Животное подстрелил охотник, не имевший разрешения и путевки. У браконьера изъяли гладкоствольное ружье и патроны. В настоящее время в охотничьих угодьях Гомельской области открыта охота на пушную дичь и на дикого кабана и на оленя благородного. На стройплощадке одного из новых микрорайонов Речицы перевернулся автокран. Об инциденте сообщили в группе Светлогорский автоканал. По словам очевидцев у машины провалилась опорная лапа. Версии причины две либо работник неправильно рассчитал массу груза либо опрокидыванию поспособствовал мягкий глиняный грунт. В Калинковичах сотрудники МЧС оказывали помощь ребенку. Мальчик, играя с металлическим подстаканником для лампадки засунул в одно из отверстий большой палец и не смог его вытащить. Палец стал опухать и родители вызвали на помощь МЧС. Хотелось бы напомнить родителям, чтобы они обращали внимание на все предметы, с которыми сегодня играют здесь. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Сборная Гомельской области заняла третье место в командном зачете чемпионата Беларуси по греко-римской борьбе. На втором месте расположились классики из Минского региона. Победила Гродненская дружина. В личных соревнованиях у представителей Гомельского региона 9 наград. Две серебряные, семь бронзовых. В весовой категории до 55 килограммов бронзовая медаль у борца из Калинковичи Ильи Яроша. Мазырянин Егор Тройников стал третьим в весе до 60 килограммов. Лишь в финальной схватке уступил мазырянин Никита Баранов. Он боролся в категории до 67 килограммов. В весе до 72 килограммов медаль выиграл Дмитрий Шутов из Гомеля. У него в активе бронза. В весе до 77 килограммов у представителей нашего региона две награды. Егор Косинков завоевал серебро. Евгений Юров бронзу оба атлета представляют Гомель. Две бронзовые награды в копилку команды принесли борцы в весе до 82 килограммов. Призерами чемпионата страны стали гомельчанин Денис Локутко и мазырянин Станислав Шафаренко. Еще одна бронза на счету спортсмена из областного центра Гоги Гагнидзе. Он выступал в весовой категории до 87 килограммов. Сегодня на чемпионате Беларуси по борьбе проходят схватки предварительного раунда у борцов вольного стиля, а также финалы у женщин. Хоккеисты Гомеля обыграли солигорский шахтер. На очередной матч чемпионата Беларуси в экстралиге Рыси проводили на своем льду. В концовке первого периода гости счет открыли. Матерухин точным броском завершил контратаку Горняков. На старте второй-третьей матча Рыся ответили своим быстрым контровыпадом. Сравнял цифры на табло Ревенко. За 21 секунду до финальной сирены Гомель вырвал победу, сумев реализовать большинство. Голкипер Горняков парировал бросок Брахманиса, а вот с добиванием Соломонова не справился. 2-1 в пользу Рыси. Сегодня в Гродно стартует второй тур розыгрыша женской гонбольной Балтийской лиги. На этом этапе к турниру присоединяется гонбольный клуб Гомель. Первый тур, который прошел с 27 по 29 октября в литовском Каунасе команда Томожа Чаттера пропустила. Поэтому догонять другие дружины гомельчанки будут в ходе следующих туров. Кроме Гомеля в этом сезоне в турнире принимают участие литовские жальгерисы Горлява, украинская Голычанка и белорусская Городничанка. БНТУ БелАС этот сезон пропускает. Сегодня Гомель играет с Горлявой. В субботу поединок против Голычанки, а также повторная игра с Горлявой. Завершит тур игра с жальгерисом. Напомню, что кубок Балтийской лиги уже два года подряд завоевывала женская команда Гомеля. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова